Добро пожаловать на канал BibiBin! В этом видео мы поделимся простым рецептом вкусного лукового пирога. Этот французский пирог готовится из простых и доступных ингредиентов. Готовится он быстро и достаточно просто, а вкус незабываемый. Приготовив его однажды, захотите повторить вновь. Для пирога нам понадобится лук, небольшой кусочек твердого сыра, нежирная сметана, мука из твердых сортов пшеницы, сливочное масло и яйцо. Все ингредиенты и пропорции продуктов вы найдете в описании к этому видео. Сначала приготовим основу пирога. В муку добавим соль и разотрем сливочное масло. В качественном масле уровень жирности не менее 82,5%. Муку стоит брать цельнозерновую. Мы предпочитаем муку из пельта. Она мягче по вкусу и богаче аминокислотами. Добавим сметану. Стоит взять нежирную, не более 15%. И перемешиваем все ингредиенты до однородности. Мы готовим тесто прямо в форме. Нет надобности формы дополнительно смазывать маслом. Пирог будет легко достать из нее. Это тесто как подложка для начинки. Мы его не катаем и, как видите, быстро готовим. Когда тесто будет однородным, пальцами разомнем по дну и стенкам тонким слоем. На такую основу легко и другие начинки добавлять. На нашем канале есть видео пирога со шпинатом и федой, по вкусу напоминающего греческую спанокапиду. Посмотрите, может и он вам понравится. Тесто отправляем в холодильник. А пока приготовим начинку. Нужно порезать много лука. Резать его лучше полукольцами. Если без слез лук порезать никак, то почистите его, порежьте пополам и положите в воду на пару минут. Тушить лук мы будем на масле кхи. Это топленое сливочное масло без козеина и лактозы с легким карамельным ароматом. К растопленному на сковороде маслу кхи добавим порезанную лук и будем томить его до прозрачного состояния. Посолим. Добавим немного мускатного ореха. И когда лук позолотится и размягчится, он готов. Не нужно его зажаривать. Подготовим заливку для начинки пирога. К нежирной сметане добавим яйцо. Посолим. Добавим немного мускатного ореха и хорошо перемешаем до однородного состояния. Включим духовку разогреваться на 180 градусов и начнем собирать пирог. На основу выложим протушенный лук, разровняем и польем яично-сливочной заливкой. Соотношение продуктов для заливки вы найдете в описании к этому видео. Больше продуктов, чем указано, брать не стоит. Аккуратно разровняем заливку по начинке ложкой и добавим натертый твердый сыр. Его достаточно немного. Чтобы получилась сверху легкая сырная корочка. А если вы любите сыр, как мы, добавьте сыра побольше. Запекать луковый пирог будем 25-30 минут в разогретой духовке на 180 градусов. Пирог быстро готовится. Не стоит его печь дольше. Готовый пирог достаем и даем ему постоять еще минут 20. У пирога незабываемый аромат. Лук в пироге будет слегка уловим. Он будет сладковато-пряным. Соленоватая основа его отлично оттенит. Если хотите порадовать себя и свою семью вкусным и сытным пирогом, приготовьте этот быстрый французский луковый пирог. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!